Участников по финалу и первым бойцам в синем углу Ему 20 лет, рост 170 сантиметров, вес 61,2 килограмма Представляющий Сибирский федеральный округ, Алтайский край Приветствуйте! Ануш Абро! Дух тает! Его заверный к красному углу Ему 21 год, рост 170 сантиметров, вес 61,2 килограмма Он представляет Приволжский федеральный округ, Оренбургскую область Вот он! Шахпан Гапизов! Рефери Майдинга Константин Гасаправов Ну да, мы слышали вновь огромная поддержка алтайскому представителю У нас еще один представитель Алтайского края Сибири Уже один пояс у нас у Дарьи Терещенко туда отправился Поэтому, возможно, мы увидим еще одного там победителя Но Шахпан Гапизов является победителем первенства России Которое проходило в Оренбурге в 2015 году И он является, являлся членом сборной России по молодежи Посмотрим сейчас Да, и выступал он, кстати, так и в Бакрейне Выступал в Бакрейне, к сожалению, там он проиграл Но проиграл он Опыт такой, зато получил он хороший В целом, школа Оренбургская, как я уже говорил, одна из самых сильнейших в России на текущий момент Много представителей мы сегодня увидим, в том числе оттуда Много видно, что ребят присоединило сейчас к трансляции с Оренбурга Передаем мы привет Часто мы в Оренбурге проводим мероприятия Проводили мы там также и чемпионат России, и первенство России Ну и различные всероссийские соревнования, мастерские соревнования, региональные соревнования Виктор Петрович Фролов, президент Федерации, проделывает огромную работу Для того, чтобы ММА не только в Оренбургской области, а в целом в России развивалась Так, сейчас контроль на стороне Гапизова-Шахбана Занял он боковой контроль Так, ищет позицию для перевода Сушит ноги, видно было, как настроено выходил и тот, и другой соперник Такие были настоящие крики, да, когда их объявляли, когда играла музыка Особенно, когда Туфтай, представитель Сибири И за это, да, больше аплодисментов получил Он, ну, пока, да, Шахбан Хорошо спину забрал Шахбан Контроль с его стороны сейчас Ну, Шеврон не очень удачно складывался этот турнир, да Прямо вот в первом поединке, там не согласны были со стороны соперника То есть, что отдали победу именно Туфтаеву Предварительные поединки, кажется, у нас шли, да Как бы трудом забирался, я думаю, что урон Финалом Добрался и пока Шахбан, видно, да, что готовился все это время Все-таки прошлый год оказался непогат на соревнования, да Потому что все мы понимаем, почему О, да, ну вот в этом году ребята действительно такие изголодавшие приехали по победам По поединкам И показывают замечательное боение Пока спину отдал Шеврон Оленями пытается Расслазить соперника Да, он все это время держит спину и в то же время Довольно-таки активно продолжает искать переводы Да, он пытается все-таки, да Вот здесь уже Туфтаев Вот забросил на спину ногу Нет, замок не получилось Да, как раз-таки слышно, что команда сейчас Секундант Ирианов Вообще-то очень интересная работа секунданта, да Так скомандовать, несмотря на то, что иногда ревет зал Чтобы услышал тебя твой боец И скомандовать именно то, что нужно в данный момент Сейчас как раз была пауза на трибунах И, видимо, пролетел голос секунданта Вышли мы с вами на повторы Посмотрим интересные моменты сейчас Мы с вами воединка Надеюсь, будут на выходе первого раунда Да, сразу видно такие равные соперники Ну, у них и все, и ростовые данные одинаково, соответственно И возраст близкий, 20-21 год И вес, соответственно Объявление второго раунда Все самое интересное впереди Два достойных соперника Вот это самое начало, да, первого раунда Вот так вот Гапизов-Шахбан Постоянное давление, постоянный прессинг Такая стиль, так, Хабиба Нурмагомедова Да, постоянный прессинг и контроль Со стороны Шахбана Гапизова из Оренбурга И смотри, второй раунд Сразу же в ноги прот thirty-four Да, сейчас уже проход со стороны как раз-таки ану шеврона И пытался, пытался и чуть велосипеду не отдал. Да, 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 как бы активно пошла борьба. Активнее стали бороться сейчас соперники. Да, в борьбе еще себе успех спортсмены. Давид, давид, он шеврон сейчас Ашакбана. Прижимает сетки. Пошли к переводу, пошли к переводу, да. И сейчас уже снова задалил к сетке Ашакбан. Да, меняется пока. Знаю, что очень безушный Ашакбан. Очень он работает на физику много. Очень выносливый боец, молодой боец. Если экстра раунд стянул вниз, то выдерзут, да? Выдерут, конечно. Я думаю, он выдержит и 5 по 5 уже чемпионский регуляр. Сейчас сверху Капизов. Да, он хороший сделал переход, перевод. Дождался он момента, когда чуть-чуть ослабит давление Ашаврон. И вот зашел снова за спину. И снова с его стороны мы видим контроль. А вновь, как и в первом раунде, так же боковой контроль у него. Коленями. Можем ноги сопернику. Так, у нас с вами шестой бой. Представитель Алтайского края против представителя Оренбурга. В красной форме у нас Шакбан Гапизов. В синей форме Туктаев. Пану Шеврон, всем, кто только подключился к теле или интернет-эфир, всем привет, всем хорошего воскресенья. Чемпионат России по смешанным боевым единоборствам на ММИ. Здесь, да, в Кузбассе. 300 лет Кузбассу в этом году празднуется. Я так понимаю, 12 июня пройдут празднования, да? Это день города, 12 июня. А вообще празднования пройдут 8 июля. И 8 июля, то есть тут целый цикл праздников. Так что приезжайте, будет очень интересно. Красивый аэропорт сейчас вас будет встречать. Не пожалеете. Имени Алексея Архиповича. Как минимум, могли бы приехать на чемпионат России, прилететь сюда или приехать из соседних регионов. Я думаю, и приехали. Красивые бои интересные, посмотреть шоу-программу. Увидеть своими глазами почетных гостей, которые еще подъезжают к нам. Не всех вижу. Постепенно начинают заниматься ряды. Билеты, кстати, все проданы. Так соскучились болельщики. По спортивным предприятиям такого высокого уровня чемпионов России ММА. По-прежнему Гапизов так. Со стороны Гапизова мы наблюдаем постоянный прессинг в сторону Шеврона. Видно было, да, что Алексей Жиганов, тренер Оренбургской области, дал правильные установки для своего ученика и, видимо, сказал, как правильно ему работать для победы. Ну, тяжело сейчас оно Шеврону приходится. И поэтому какая-то пассивность его действия наблюдается. Просто, ну, вяжет просто шаг вам. Но по рукам и ногам ничего не позволяет делать. Ну, сейчас секунданты употряд своего подопечного. И третий решающий раунд для Шеврона. Все же отдадим пока предпочтение Гапизову-Шахбану. Согласишься со мной, Александр, да? Ну, конечно, таким прессингом я бы отдал 100% оба раунда Шахбану-Гапизову. Но поставил бы, да, по 10-9. И в том и в другом раунде, если бы я сидел, судил, на моих бы судейских оценках было бы 10-9 красный угол Шахбан-Гапизов в Оренбургской области. Да, и болельщиков пока не слышно. Ну, нужно как-то проявить, он Шеврон у себя, чтобы болельщиков поддержали. Нужно проявить, наверное, болельщиков, да, чтобы болельщики поболели за Сибиряка, чтобы он включился. Нужна, нужна. Как в предыдущем поединке, Женисбеку у Лубиктур сказал, что очень болельщики помогли. Кто тут написал, что на этот вес был фаворит представитель из Урала Эльдар Латипов, к сожалению, он проиграл в отборочных боях. Действительно много делали на него ставок, делал его тренер на него ставки Рашид Сиражудинов из Нефтьюганска. Они оба представляют этот регион, это Гансийский автономный округ, но вот в финале мы видим не Эльдара Латипова, а видим мы с вами Гапизова Шакбана и Тухтаева Ану Шеврона. Вот они дошли, и они сильнейший в текущий момент. На вес 61,5 килограмма. В России мужчины, и именно они поедут на верх. Сейчас был такой, пытался пробить хорошо сейчас. Ну, Ану Шеврон, но он понимает, что у него пока ничего не получается, перешел только на ударную технику. И сразу же снова пропустил он. Да, Гапизов понимает, что... Давит, давит он постоянно на Шеврона. Да, пытается, пытается что-то делать, но Шакбан очень грамотно. Такой тактический и очень интересный поединок. Да, мы не видим куча ударов. Мы видим постоянную, да, прижимание к сетке и попытка перевода. Здесь тактическая борьба идет. И Гапизов явно сильнее здесь. И вот он, пожалуйста, бросок. Еще очередные баллы себе в копилку зарабатывает Шакбан Гапизов. И осталось-то у нас всего лишь 1 минута 20 секунд до конца третьего раунда. Всего ничего. По нашим подсчетам Шакбан Гапизов идет. И нужно что-то сделать он у Шеврону для того, чтобы вырвать победу в таком непростом для него поединке. В Алтайский край один пояс уже ушел. Дарья Терещенко на себя его примерила и уже ушла. Второй пока уплывает представитель Алтайского края. Пока Шакбан Гапизов все делает для того, чтобы забрать на текущий момент, по-моему, первый пояс в Оренбургскую область. На этом у нас же не было представителей еще Оренбурга. Получается, не было. Да, он первый, кто вышел сейчас за Оренбургскую область. Не было еще пока. Также Оренбургскую область на этих соревнованиях у нас представит Саламат из Булаев. Его бой очень сильно ждут. Через один бой он пройдет. Очень интересно будет провести противостояние. В весе Хабиба Нурмагомедова 73,5 килограмма. Самый такой один из зрелищных. В принципе, одна из самых зрелищных весовых категорий. В принципе, дальше еще очень много интересных боев. Всего их будет 18 на сегодняшний день. Очень такой насыщенный воскресный день Кемерова. Ну что, Пизов, да, тут я выигрывает. 7 секунд он так, по-моему, отклонился от соперника и такой спросил, ну что, тебе надо добивать их, и по-моему, что я тебя выиграю. Поздравляем мы Гамизова-Шакбана с поясом, который поедет сегодня в Оренбург. Поздравляем мы Алексея Ижиганова. Поздравляем мы Клуб Цесты ММА. Поздравляем мы всю федерацию ММА Оренбургской области. Ну, пока заранее, но, в принципе, тут все было понятно, да? Ну да, по всем трем раундам однозначно преимущество. А ну, Шеврону даже нет сил встать. Да, ну Шеврон большой молодец. Финал чемпионата России – это огромное достижение для любого бойца смешанных боевых единоборств. Обычно все, кто становится чемпионами… Плюс путевка в сборную. Да, Немков вообще прям последний, да, герой просто. Никто не ожидал. Недавно мы также привозили его на наш мастер-класс в рамках форума Большого. Одиногласным решением судей одержал победу и стал чемпионом России. А смешанным единоборством ММА в легчайшем весе боец из красного угла – Шахбан Гаписа! Да, наше поздравление представители Оренбургской области. Вот и эмоции Гаписова и пояс. Такой вот пояс примеряет на себя Шахбан Гаписов. Был на нем уже пояс победителя первенства России среди юниоров 18-20 лет. А теперь уже пояс победителя чемпионата России среди мужчин. Вырос. Да, ну Шеврону слел. Так говорят «Тигр». Фото на память. И самые интересные эпизоды из этого поединка. Преимущество. Все три раунда. Все три раунда, да. Просто в тотальном прессинге провел он по отношению к своему сопернику. Он просто ничего не давал сделать. Он уже бронет. Он хоть что-то и сделал бы. Но нет. Да, заполняется, видим трибуны спорткомплекса «Арена». Мы с удовольствием представляем партнера.